Добрый вечер, время уже позднее, я постараюсь чуть быстрее рассказать свой доклад. На самом деле очень приятно находиться на сцене среди таких профессионалов. И LabSP тоже известная нам компания, которая является профессионалами. Я на самом деле что хотел сказать. Сегодня вы слышали выступления различных компаний, которые были представителями как вендоров, так и клиентов, которые услугами этих вендоров и продуктами пользуются. Я вот сегодня представляю обе стороны. Я сам являюсь представителем компании «Юнлевер Русь», но по совместительству также занимаюсь развитием бизнеса нашей дочерней компании. В прошлом году мы организовали IT-компанию «Решение для будущего». Сейчас в процессе моего рассказа вы поймете, чем она занимается и почему я в рамках своего доклада «Подход к выбору решения по локализациям» говорю тоже и про эту IT-компанию. Значит, начать хотел с того, что рассказать о нашем пути локализации. В 2022 году, столкнувшись с вызовами, мы занялись планированием, занялись прямо основательно и с первых дней, недель, месяцев. Челлендж какой перед нами, какой был вызов? Мы всегда в «Юнлевер Русь», в России были неким продолжением глобальной IT-команды, то есть были так называемым географическим IT. И у нас, по сути, не было ни центров экспертиз, которые занимались поддержкой платформ, то есть платформы были глобальные, не было своей команды информационной безопасности, пользовались глобальной инфраструктурой, глобальными сервисами клиентскими, такими как Teams, Outlook и прочими. И нам предстояло спланировать абсолютно полный путь локализации, начиная от ERP, заканчивая инфраструктурой, ну и корпоративной архитектурой, да, то есть тоже мы об этом подумали. Таким краеугольным камнем был, это была ERP, с нее начали строить ландшафт приложений. Ну, понятно, что стали смотреть на 1С, вот, провели аналитику, поняли, что 1С для вот такого быстрого перехода нам не подходит с точки зрения сроков, функционала, стоимости. Это было дороже, чем локализация SAP, мы пошли в локализацию SAP. Вот. Много еще здесь всего написано с точки зрения и других платформ. Мы делали и исследования рынка, и, собственно, этот год был годом планирования. 2023 год уже экзекьюшена, то есть выполнения наших планов. Мы локализовали SAP, мы локализовали основные клиентские сервисы, мы разработали локальный билд, локальную сборку приложений для рабочего места, организовали локальный корпоративный портал, вот. Вот. Также у нас организовалась, ну, и в соответствии с требованиями законодательства команда по информационной безопасности. То есть весь этот путь мы прошли. Собственно, как мы подходили к выбору решений? Тут на самом деле нет какой-то, ну, каких-то там секретов, да, потому что, мне кажется, этот путь достаточно классический, да, единственное, что нам предстояло это сделать для большого количества систем, и, ну, фактически так это параллельно, да, работа была напряженная, поэтому мы с точки зрения охвата очень широко смотрели на рынок, смотрели на функциональные, нефункциональные требования. Вот. У нас есть определенная методология скоринга. Вот. Ну, кому интересно, потом я контакты оставлю, можем пообщаться, если, может быть, будет полезно, тоже готовы поделиться. Вот. Оценивали стоимость, ну, и дальше делали определенные выводы и выбирали решения. Вот. С точки зрения уроков, извлеченных из локализации, ну, во-первых, это все реально, все возможно. Самое главное, наверное, самый главный вывод – это приоритизация со стороны руководства компании, вот, выделенные на это ресурсы, и, собственно, фокус всех, как руководства, так и операционной команды, IT-команды и партнеров. Вот. Партнеры тоже должны быть правильные, они должны быть гибкие. Тоже вот коллеги тут сегодня говорили, что в будущем, ну, и, в принципе, какие запросы есть к вендору, да, чтобы он был адаптируемым, гибким, вот, потому что изменений много, изменения достаточно сильные у нас происходили в процессе локализации, изменения скупа, то есть изначально мы, в принципе, смотрели на всю эту историю как на теоретическую. Наша задача была сделать, ну, так называемый, генеральный план, полностью готовый, чтобы мы в случае чего могли быстро локализоваться. Потом эта идея от простого планирования перешла уже к решению о локализации, вот, ну, и в процессе локализации тоже было достаточно много вызовов, в частности, с передачей базы данных из глобального СОДА в российский. Вот. Также что еще важно? Важно, чтобы, ну, вот, что помогло нам? Это такая широкая информационная кампания для сотрудников, которая позволила всем понимать темп, понимать текущий статус локализации, то есть каждый раз у нас происходят, ну, такие, мы называем это таунхол, то есть это мероприятие, где собираются все сотрудники компании, и руководство рассказывает ключевые новости. В общем, ключевыми новостями был как раз ход нашей локализации. Вот. Были выделены функциональные лидеры от каждого отдела, которые поддерживали локализацию, были даже представители, мы их назвали агентами изменений в отделах, которые помогали своим же коллегам, собственно, в бизнесе переходить. Вот. За пять дней мы мигрировали на локальную сборку 2300 компьютеров, вот, и сделали, в принципе, это без особых проблем. Много что делали самостоятельно пользователи, хотя были большие сомнения, что это сработает, вот, и, в принципе, ну, пользователи, как правило, привыкли, что за них IT все делает. Здесь мы пошли другим путем и понимали, что штат IT, и даже если мы будем расширять штат IT вот в такие краткие сроки, в период, пока мы останавливали работу ERP-системы, мы не справимся, и нам нужна подготовка, и нам нужна помощь наших коллег в бизнесе. Поэтому мы разработали инструкции, протестировали этот процесс, организовали его, и прошло, это прошло гладко. Значит, что мы делаем, что мы делаем, если мы не находим что-то на рынке, то, что нам подходит. Мы думаем о том, а можем ли мы это разработать, во-первых, для себя, вот, но мы теперь идем дальше, мы смотрим, а насколько это востребовано может быть на рынке. И здесь мы вот сейчас фокусируемся на двух продуктах, которые у нас есть. Здесь вот как раз я вступаю уже в эту ипостась, да, именно со стороны вендора, да, нашей новой компании решения для будущего. И вот у нас есть два продукта. Во-первых, это продукты, система управления жизненным циклом продукта, извините за тавтологию, это локальная версия системы SAP PLM, может быть, кто-то знает. Вот. Мы смотрим на практику SAP PLM, как она, как реализована эта система, ну и делаем систему, как нам кажется, даже лучше. Вот. Смотрим на наши внутренние практики и также смотрим на рынок, общаемся с коллегами. Вот. Там, опять же, отставлю контакт. Если это будет интересно вам, можно будет пообщаться, можно будет посмотреть, насколько эта система может быть интересна вам либо вашим коллегам, партнерам. Вот. И второй продукт – это HR-Care. Это система, ну такое некое окно для сотрудника к HR-отделу. Сейчас вот пара слайдов будет поясняющих. Про PLM. На всем этапе жизненного цикла продукта вся информация о продукте. Мы сейчас говорим о продукте FMCG в первую очередь, да. Это товары повседневного спроса, вот то, чем занимается непосредственно Unilever.ruсь. Вот это мороженое, это шампуни и прочие товары, да. На всем жизненном цикле такого продукта необходимо агрегировать информацию о сырье, о различных спецификациях, о сертификатах. Поэтому очень важно, чтобы была система, такой некий источник, единый источник правды, который всю эту информацию у себя аккумулирует. Вот. Это защищает от ошибок, от отзыва продукции, от нарушений рецептур и прочее. Границы этого продукта на самом деле они очень, они широкие, они касаются не только разработки, да, они также и относятся и к маркетингу, вот, и к производству, и даже к продажам, вот, и затрагивают полный жизненный цикл продукта. И второй продукт HRK, буквально один слайд про него, собственно, это тот продукт, который не то чтобы появляется прямо сейчас, он появился у нас еще несколько лет назад, продукт, который нам позволил уйти от стационарных киосков, HR-киосков на наших фабриках на производстве. Дело в том, что, пожалуйста, дело в том, что у сотрудников производства и у сотрудников логистики, у которых нет доступа к компьютеру, им затруднительно обращаться в HR, для этого были раньше организованы киоски, они существовали у нас, по-моему, лет 10 или даже больше, вот, но с течением времени мы поняли, что нужно идти вперед, и предпосылкой было и переход на ЭКДО, вот, мы понимали, что нам нужно как-то это цифровизовать, вот, и мы вместо HR-киосков придумали вот это мобильное приложение, которое впоследствии стали использовать не только для сотрудников логистики и производства, а по сути используем сейчас для всех сотрудников, и на самом деле это очень удобно, да, там, заказать справку, запросить отпуск, увидеть свою детализацию по заработной плате и прочему. Мы видели на рынке аналоги, на самом деле это, ну, не уникальный, конечно, функционал, но в чем польза нашего приложения, да, то, что она не является частью какого-то единого большого решения, HRM, HR-менеджмент, да, по управлению персоналом, это тот функционал, который гибко может встраиваться в различные системы, там, и BOSS кадровик, 1S ZOOP, там, SAP HR и прочее, оно может быть реализовано, поэтому, возможно, тоже будет вам интересно. Мои контакты, если захотите пообщаться, спасибо, я удастся, две минуты сэкономил. Субтитры сделал DimaTorzok